друзья мои всем привет я рада всех вас приветствовать на моем канале меня зовут татьяна и сегодняшнем видео я хочу с вами прогуляться по саду и показать вам какие цветы нужно сажать чтобы они цвели во второй половине мая как только оцветает флокс шаловидный зацветает многолетняя гвоздика я сажаю ее между роз она заполняет пространство и покрывается розовым облаком а сейчас мы с вами пройдем на мою лужайку и посмотрим что же здесь растет и что здесь происходит такая лужайка здесь у меня посажены в основном тень любивые растения потому что здесь тень и это в основном хосты вот хостеры уже распушились стоят пушистые вот такая хосточка сос вид называется здесь хвостом очень хорошо потому что они посажены по периметру газона газон поливается а хвост и любят полив по листу постоянный душ они получают еще цветут анютины глазки и вот такая хостер называется лава и брим тоже хорошо себя чувствует пока слизни еще их не почикали но для того чтобы отогнать слизни я под листву рассыпаю горчицу мне кажется тогда слизнем меньше слизни очень любит хвосту это вечная борьба с ними посмотрите как зацветает жасмин он стоит весь в бутонах и вот-вот зацветет такой белоснежный красивый жасмин скоро раскроется здесь я обнаружила котовник у меня появился который я потеряла при пересадке но он видимо самосеял зашел и это меня радует потому что синего пятна в саду не хватает набирает рост флоксы такая лужайка у меня здесь клематисы молодые они зацветут попозже только-только набирают бутоны мы с вами сейчас посмотрим клематисы которые уже находятся в полной красе вот этот клематис один из моих любимых ну они конечно все любимые но мне очень нравится вот такие пастельные оттенки смотрите он нежно-розовый я его зову прибалтийцы потому что мне вы привезли из прибалтики как его зовут не знаю если знаете название подскажите он у меня посажен рядом с розовой с розовой и вот они здесь так друг друга дополняют соседствуют вот такой клематис если досмотрите это видео до конца то в конце я вам дам один лайфхак по поводу клематисов которые я нигде не встречала в литературе это из моих наблюдений из наблюдений цветовода но может быть вы об этом знаете я лично сама не знала в конце видео расскажу вам здесь у меня посажены два клематиса один такой темно сиреневый он только зацветает и второй белый снежно-голубой каемочкой такие хосты здесь падает луч солнца и кажется как будто вам может показаться как будто они обгорели нет это просто падает луч солнца а вот так хосты стоят все еще пока еще зеленые вот такая хоста и здесь зацвел радодендрон я честно сказать в этом году не ждала от него цветения он такой был плачевный ну нет он все таки зацвел его накрыл папоротник папоротник буйствует разросся уже его накрыл но все таки он зацвел вот такие хосты это хосты новые они посажены только в прошлом году посмотрите какие уже лопухи вот так положил свою ладонь смотрите моя рука вот такая такой размер листа и вот такая хоста тоже немножко другая тоже молоденькие кусты еще а это хоста у меня растет на солнце около водоема и она практически не обгорает это сорт не знаю как он называется ну если кому то интересно поищу где то есть название она практически не обгорает вот такая всегда зеленая с желтым листом хорошо здесь ей около водоема она хорошо себя чувствует сейчас пройдем посмотрим на рыбок как здесь они поживают в прудике рыбки наши живут все нормально яша прибирается попить водички яша яшка яша 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 только-только начинает открываться очень хорошим решением для садового участка это посадка вегел это очень декоративные кустарники неприхотливые долго цветут красная вегела и очень украсят ваш сад и розовое вегела уже отцветает немножко опоздала я нас не было дома неделю и немножко я запоздала чтобы снять в полной красе когда они цвели но все равно это очень вообще розовая вегела мне напоминает сакру скоро будем собирать урожай черешни если конечно не склюют воробьи очень уж они любят красную черешню видите как поют вьются здесь с утра до вечера здесь у меня голубая ель очень хорошее на мой взгляд решение для посадки потому что она не обгорает практически никогда никогда у меня не болела хорошо растет и украшает ваш участок и вот такой небольшой хвойный миксбордер хвойники в этом году тоже хорошо растут не обгорают не болеют как никогда видимо из-за того что прохладная весна им это нравится вот такой миксбордер и красная дехера немножко разбавляет зелень красным темно-бордовым пятном лиственница пендула также дала хороший прирост распушилась такая плакучая форма форма ель коника ну в общем-то это не очень простое растение бывает очень часто обгорает но в этом году этой проблемы не было совсем сторонно чистенькая зеленая дала тоже прирост хороший зацвел в пузыре плодник выбросил свои бежевые зонтики и на фоне темно-бордовой листвы это смотрится очень эффектно начинает зацветать спиреи они у меня посажены вторым ярусом около туи агробант и золотистые листва спиреи очень хорошо мне кажется смотрится на фоне темно-зеленых туи ну а сейчас мы с вами перейдем в мою зону отдыха где я люблю отдыхать здесь у меня такой хвойный уголок елочки молодые еще и высокие надеюсь что доживем когда они будут высокие это подушка голубая вот здесь вот одна роза я сегодня не буду останавливаться на розах розы еще не зацвели в полном объеме это отдельная будет история сосны распушились они у меня посажены в ряд отделяют зону огорода вот такие дали хорошие приросты и голубые можжевельники посажены вдоль забора и здесь почвопокровная желтая розочка скоро раскроется вот такая здесь роза наверное покажу она такая очень мне нравится желтая и нежная такая нежная припыленная бордовым и так все Из этого края такая же желтая почва покровная роза. Привет! Здесь у нас водоней. Субтитры добавил DimaTorzok Я люблю здесь утром завтракать, пить кофе, когда желчится водичка. Успокаивающая такая атмосфера. И здесь у меня тоже спрятались клематисы вдов забора. Такой темно-синий, он один из первых зацветает. Маховый клематис, он уже практически отцветает. У него много было цветов. Очень хорошо, всегда цветет. Тоже будет отсюда переезжать. И рядом с ним вот такой розовый. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Посмотрите, как распушилась соль, я ее посадила только в прошлом году, сажала небольшой такой кустик, и вот посмотрите, какой вымахал, быстро очень разрастается. Здесь древовидный пион уже отсвел, вот такой чернильный ирис тоже уже отцветает и передадут эстафету другим цветам. Здесь рядом с ним был желтый ирис, но, к сожалению, я не успела его вам показать, отсыл, и здесь тоже ирис уже отсветает. Ну и теперь обещанный лайфхак от меня по поводу клематисов. Я сейчас стою, смотрю на клематисы, и клематисы смотрят на восточную сторону. Здесь у меня такая тренога, и если мы ее обойдем, то мы увидим, что с западной стороны, смотрите, цвету практически нет, очень мало. восточного. Если бы здесь стояла односторонняя решетка и посажены были клематисы с западной стороны, то клематисы бы отворачивали свой цветок на восточную сторону, то есть они тянутся к солнцу. Поэтому, когда при посадке, это нужно обязательно учитывать. Вот смотрите, видите, как мало здесь цветов. все бутоны они развернули вовнутрь, и вот что на восточной стороне. И еще клематисы очень любят, чтобы ноги у них были прикрыты, а голова чтобы была на солнце. Ну и конечно подкормки, клематисы любят подкормки. Ну, по поводу роз я сегодня ничего не буду говорить. Розы у меня только зацветают. Мы с вами о них поговорим попозже. Ну вот на этом я заканчиваю своё видео. Всем пока-пока. Если вам было интересно, обязательно ставьте лайк, чтобы я знала, интересны моим подписчикам такие видео или нет. Всего доброго. Если вы зашли на мой канал первый раз, подписывайтесь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы любите цветы, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что в следующем видео мы с вами обязательно посмотрим, как цветет королева цветов роза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok